Всем привет! Я приехала в Глобус и хочу посмотреть, можно ли здесь приобрести что-то реально дешевое из ухода и гигиены. Давайте вместе посмотрим. Для волос нашла дешевую шауму. Правда, цена по акции, но и без акции. Смотрите, ценник не очень высокий. Красивые такие бутылочки, шампунь, смузи, энергия природы. Он у нас идет манго-маракуйя. Наверное, должен быть потрясающий приятный аромат. 400 мл, 170 рублей. И рядом стоит бальзам из этой же линейки 200 мл, 139. Кстати, повыше есть и другие варианты и шампуней, и бальзамов. То есть можно выбрать для любого типа волос. Цена, я считаю, очень даже хорошая. Из средств для укладки самые дешевые это лаки и муссы для волос. Прелесть. Ценники вы видите. Самой дешевой краской для волос оказалась краска Лонда Колор. Очень много оттенков. Цена 165. И вот на какой-то оттенок акция цена 140 рублей. Никогда Лондой не пользовалась, но помню, что Лондой в свое время пользовалась моя мама. И краска ей нравилась. Но краска, по-моему, аммиачная, если я не ошибаюсь, стойкая. Гели для душа самые дешевые. В стандартном объеме 250 мл оказались от Кафе Мими в мягком пакетике. Цена от 115 до 120 рублей. И представлено три варианта. Питание, энергия и витамин D. Самое дешевое мыло сегодня вот такой кусочек слоненок. Кстати, мыло на самом деле классное. Я его как-то покупала. У него очень приятный нежный аромат. И руки хорошо моет. Я себе сейчас обязательно возьму. Из недорогих средств для интимной гигиены самое дешевое это ЭВО. В двух вариантах. 112 и 115 рублей. Но я как-то покупала давно-давно. У меня была жуткая аллергическая реакция. Так, посмотрим, что еще из недорогих. Красная линия 140. Два варианта. И внизу никогда не видела такого производителя. Органик Бьюти. Интим гель аж 500 мл стоит 130 рублей. Правда, никогда не покупала. Вот ничего сказать не могу, насколько оно хорошее. Самая дешевая мужская пена для бритья оказалась от бренда Жилет. Вот такая вот лимонная. 200 мл. 180 рублей. Все-все остальные пены, они стоят дороже 200. Ну, где-то в районе 250 уже следующая цена начинается. Так что вот это самый дешевый вариант. Бальзамы для губ, вернее, гигиенические помады. Самые дешевые по 35 рублей. Это вот малина, облепиха. И следующие подороже уже, правда, 53 рубля. Это идут пантенол от Эво. Кремы для лица. Самые дешевые оказались от чистой линии. Для комбинированной кожи 40 мл. 103 рубля. Для чувствительной и сухой тоже 40 мл. 110. Также дневной для сухой 90. Ну, и видите, дальше 74 даже есть у нас питательный, ночной для комбинированной. Вот все они до 100 или немного дороже 100 рублей получаются. И еще дешевые кремы для лица дневской косметики. Самый дешевый это морковный. 40 мл. 55 рублей. Я его как-то покупала, но использовала в итоге для рук. Он, знаете, такой желтоватый немного, странный. И вот, видите, еще другие варианты. Тоже немного дороже 100 рублей. Есть персиковый. Я его тоже как-то покупала, использовала для рук. Действительно, у него приятный аромат. И хорошо смягчает всего лишь 50 рублей. Еще есть пермацетовый за 55. И очень любит у меня свекровь. Вот такой гель для лица алоэ. Он хорошо подходит для жирной комбинированной кожи. Тоже недорогой. И дальше женьшеневый 70 рублей. Ну, и потом уже цены идут повыше. Там сыворотка. Так что что-то дешевое можно найти. Самые дешевые влажные салфетки в большой упаковке. 80 штук. Нашла от Ромашкин Лук. 82 рубля стоит упаковка. И кремы для рук тоже самые дешевые от Ромашкин Лук. Есть витаминизированный и есть увлажняющий. И тот, и тот по 53 рубля. И для ног, соответственно, тоже самыми дешевыми оказались Ромашкин Лук. Восстанавливающий, увлажняющий и охлаждающий даже есть. По 55 рублей все варианты. Смотрите, охлаждающий лучше всего. Разобрали как раз актуально в теплое время года. Так, и в конце покажу, что я нашла самого дешевого для ухода за кожей тела. Крем масла для тела Флоресан. Кокос 150 мл. 125 рублей. Но мне почему-то кажется, что что-то подобное было фикс прайс. И стоило, вот поправьте, 99 может быть стоило. А может быть наоборот дороже 149. Ну, в общем-то, цена здесь 125 рублей. И еще второй бюджетный вариант. Нашла, кстати, вполне неплохой. Крем для тела Кафе Мими. 250 мл. 140 рублей. Вот в таком мягком пакетике. Я кремы для тела от Кафе Мими покупала. Правда, немного другие. В желтом и в красном пакетике по 100 мл. Мне они очень понравились. Поэтому я предполагаю, что и вот этот вполне неплохой. Ну что, прошлись мы с вами по магазину Глобус. В общем-то, несмотря на высокие цены в нынешнее время, что-то все-таки недорогое приобрести вполне можно. Хочу с вами немного поболтать о парфюмерии. А именно о парфюмерии от бренда Ифраше, которой я пользуюсь весной и летом. Почему решила поговорить именно об Ифраше? Хотя у меня, конечно, есть и другая парфюмерия. Потому что, во-первых, это все-таки достаточно доступно. Многие любят, заказывают Ифраше парфюмерию. До сих пор по каким-то бланкам можно даже и в подарок получить. Поэтому давайте именно про Ифраше поговорим. Не буду рассказывать о нотах, что за парфюм. Я думаю, уже многие об этом знают. Просто покажу, чем пользуюсь. Новинка в моей парфюмерной коллекции. Garden Party. Получала в подарок по какому-то каталогу. По-моему, по январскому, что ли. 100 миллилитров. Большая такая бутылка. Видите, кстати, я от некоторых флакончиков колпачки выкидываю. Ну вот, люблю выкидывать. Мне удобнее так пользоваться. Очень хороша на весну, на лето. Мне зайдет, если лето будет не жаркое. Роза. У меня еще, видите, в таком стареньком исполнении. Идеальный для меня аромат. Вообще, весь год им пользуюсь. Но особенно часто хочется пользоваться именно весной. На лето он мне не очень подходит. Naturel. Знаете, не разделяю всеобщих восторгов. Да, такой свежак. Но для меня какой-то не очень интересный. Пользуюсь весной, летом. Но вот этот парфюм от Eiffroche я решила для себя. Я его повторять не буду. И флакон у меня как-то очень медленно расходуется. Ну, знаете, так. Не очень мне этот парфюм нравится. Что очень нравится и на весной, особенно на лето, это зеленый чай. Отличная, да. Она не стойкая, но такой приятный, такой нежный аромат. И лето можно вообще поливаться. И все равно вы никого не будете со своим парфюмом раздражать. Поэтому, в общем, идеальный вариант на лето. Еще у меня тут от Eiffroche. Это у нас вербена. И видите, вот такой интересный, очень старый флакон. Но мне он достался новым, запечатанным. И даже в коробке. Эта туалетная вода была в запасах в коллекции моей мамы. У меня мама тоже очень любила Eiffroche. Все остальные парфюмы, которые у нее были, это те от Eiffroche, которые я не использую. Которые мне не подходят. Они мне кажутся такими, ну, как бы возрастными. Я их все раздала. А вот этот у нее был в упаковке в запасе. Я решила оставить себе. Ну, как и память, что ли, еще такую, не знаю. В общем, открыла. И очень-очень приятный аромат. Не знаю, почему я его никогда не покупала. Оказался такой тоже свежак. Но в отличие от Naturel, очень мне нравится. На весну, на лето просто отлично. Так, это у нас не от Eiffroche. И здесь от Eiffroche только один парфюм. Это миниатюрка Mon Evidence. Получала в подарок за какой-то заказ. Знаете, сначала мне аромат как-то не понравился. Стоял, стоял, стоял. И вот этой весной я распробовала. И для меня это весенний, приятный, хороший аромат. Именно на весну. Ни зимой, ни осенью, ни летом. Мне точно им пользоваться не захочется. Жду ваши комментарии. Рассказывайте, используете ли вы парфюмерию от Eiffroche. И что у вас заходит именно весной и летом. Ну и в конце видео опять котик, опять диванчик. Скажу вам честно, диван отжат у нас практически полностью. Воспользоваться диваном удается только, когда на нем нет кота. Потому что кот, да, видите, он занимает весь диванчик. Здесь лежат его игрушки-меховушки. Это тигруля и котик. Ну и, соответственно, сам котик. Причем раскладывается. Видите, вот куда? Куда? Сесть просто некуда. Поэтому, да, диван, в общем-то, оказывается приобретен для кота. И покрывальца тоже. Ну что, буду на этом с вами прощаться. С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok